Итак, коллеги, всем здравствуйте. Время 11 часов. Предлагаю начать наше мероприятие. Сегодня наша встреча посвящена E-Star серии P. Мы расскажем про модельный ряд серии P, покажем самый популярный, самый, наверное, востребованный функционал, который реализован в серии P. Меня зовут Эдуард, я менеджер по развитию компании Appymatica. С нами Дмитрий Нагорный, это пресейл-инженер по телефонным решениям. Добрый день, коллеги. Начну наше мероприятие я с презентации, после подключится Дмитрий и расшарит нам веб-интерфейс и покажет наиболее популярный, востребованный функционал. Как вы знаете, E-Star серии P состоит из нескольких моделей. Это так называемый Appliance Edition, версия в железном исполнении, и Software Edition, это версия программного обеспечения. О них мы, соответственно, сегодня и поговорим. Начнем мы с железной версии. Железная версия продается у нас уже давно, в портфеле компании Appymatica уже больше года присутствует. Состоит данная модель из трех версий, трех моделей P550, P560 и P570. Модели различаются количеством пользователей, количеством одновременных вызовов, возможностью подключения FXO, FXS портов и поставляются в железном виде с базовым планом. Как вы знаете, у E-Star серии P есть три тарифных плана. Это базовый план, Enterprise план и Ultimate план. Так вот, в железном виде базовый план уже включен в стоимость АТС и поставляется с базовым набором функций. В целом, линейка P550, P560, P570 – это решение от 50 пользователей до 500 пользователей, то есть возможность подключения до 500 абонентов. Данная модель имеет возможность подключения различных модулей. Это может быть FXS, FXO, аналоговые порты, GSM модули и API потоки. В базовом функционале реализована по умолчанию запись разговора. Запись разговора бесплатная, это большой, скажем так, плюс E-Star. За запись разговора дополнительных денег, дополнительных лицензий не существует. В целом, характеристики моделей P550, P560, P570 вы видите на экране. Модели разделяются по количеству пользователей. P550 – это 50 пользователей и 25 конкурентных одновременных звонков. Реализован модуль NFC, который позволяет быстро осуществить начальную настройку АТС. Также поддерживается максимум 8 портов FXS, FXO, BI. Потоки E1, к сожалению, здесь не реализованы, так как это маленькая модель. Но потоки E1 можно реализовать с помощью шлюзов, которые также есть в компании E-Star, в портфеле E-Star. До 4 модулей GSM и модели 560, 570, которые в свою очередь расширяются до 200 и до 500 пользователей с помощью дополнительных модулей D30. То есть по умолчанию модель 560 имеет возможность подключения 100 пользователей, P570 – 300 пользователей. Но возможно расширение с помощью модулей D30 до 200 пользователей на модели 560 и до 400 и 500 на модели 570. Также на более старших моделях P560 и P570 имеется возможность подключения жесткого диска. К примеру, для сохранения записи разговора, для сохранения отчетности по звонкам по входящим и исходящим пропущенным и для голосовой почты. АТС серии P имеют модульную архитектуру. Как вы знаете, в компании E-Star существует несколько модулей. Они очень популярны при использовании более старой модели из серии S, которые позволяют подключать аналоговые порты, GSM порты к АТСке без использования дополнительных шлюзов. Все в рамках одной железки. Так вот, эти модули, которые использовались в серии S, они также могут быть использованы в серии P, благодаря использованию так называемых плат. Это EX08. Данную плату вы устанавливаете внутрь АТС и на нее уже комплектуете те модули, которые необходимы в том или ином проекте. Данные модули можно комбинировать. То есть использовать, к примеру, 4 FxO порта и 2 FxS, либо наоборот, 4 FxS порта и 2 FxO. То есть данная архитектура позволяет гибко настраивать АТС под потребности заказчика. Даже если заказчик использует устаревшую аналоговую связь по каким-то причинам или хочет настроить резервирование с помощью GSM модулей. Теперь перейдем к АТС тоже из серии P, но в виде программного обеспечения. Данное программное обеспечение поставляется без железа в виде лицензий. Основным отличием, прошу вас обратить внимание на слайд, является то, что так называемого базового плана в программном обеспечении нет. То есть программное обеспечение у нас имеет только два плана. Это Enterprise и Ultimate. И весь функционал, который реализован в базовом плане, он входит по умолчанию в план Enterprise. Софтверная версия никоим образом не урезана в функционале, просто весь функционал базового плана реализован в Enterprise. Отличительная особенность софтверной версии является то, что ее можно быстро развернуть, как на своих мощностях, к примеру, в Codi, так и на всевозможных виртуалках. Либо можно обратиться к нам для покупки сервера и поставить софтверную версию вместе с сервером. В целом, софтверная версия, помимо удобства развертывания, также отличается возможностью реализации. Это уже крупные проекты до 10 тысяч пользователей и до 1 тысячи одновременных звонков. То есть, софтверная версия у нас ориентирована уже не только на малый и средний бизнес, но и уже на крупный бизнес. На слайде вы можете видеть требования к облачному и виртуальному решению и требования к железному серверу в зависимости от количества пользователей и конкурентных звонков. То есть, это требования и рекомендация Естара. Соответственно, можете использовать в своей работе данный набор характеристик сервисов. Теперь мы поговорим немножко о тарифных планах. Это, как я уже говорил ранее, базовый план, интерпрайз план и ультимейт план. Базовый план, в свою очередь, состоит из наборов функций, таких как бизнес-функции, функции телефонии, администрирование безопасности и унифицированной коммуникации. Повторюсь, базовый план в Appliance версии, в версии железного исполнения, входит в стоимость, поэтому дополнительно никак не лицензируется базовый план. Вы его купили и заказчик, либо вы, наши партнеры, с ним работаете. В свою очередь, интерпрайз план и ультимейт план реализуются с помощью дополнительных лицензий. Данные лицензии имеют годовое исполнение и впоследствии ежегодно продляются. Какой большой плюс для партнера, подхода лицензионного, это то, что вы можете ежегодно поддерживать заказчиков своих, ежегодно им продавать, ежегодно обслуживать и продлять лицензии. Что касается софтверной версии, то здесь функционал базового плана включен в планы интерпрайз и ультимейт, и, соответственно, данные планы интерпрайз и ультимейт на ежегодной основе реализуются и имеют в своем исполнении интерпрайз план. Уже расширяется функционалом, ориентированным для колл-центра, о нем мы поговорим чуть позже, так называемой службой удаленного доступа для подключения из внешнего мира оконечных устройств, к примеру, либо для доступа из любой точки мира, доступа к веб-интерфейсу АТС. Здесь у нас также появляется CRM-интеграция, телефонные книги, обмен мгновенными сообщениями с использованием, к примеру, линкуса, и учет звонков более расширенной статистикой. Не только входящие, исходящие и пропущенные, но и более глубокие, это отчеты SLA, так называемые, это загруженность оператора, загруженность входящей линии и так далее. И план Ultimate, который ко всему этому добавляет работу с видеоконференц-связью. Это видеоконференции точка-точка, это комнаты видеоконференции, видеоконференции по веб-ртс с использованием браузеров и так далее. Что в себя включает базовый план? На самом деле базовый план, вы можете видеть на слайде, включает очень и очень много функционала, но, наверное, я постарался выделить красным цветом наиболее популярный и наиболее востребованный на российском рынке функционал. Это и поддержка БЛФ, это в первую очередь бесплатная, конечно же, запись разговора, которая включена в стоимость, возможность совершать аудиовызовы через веб-ртс, помимо стационарного телефона, помимо использования софтфона. Также статистика звонков, входящих и исходящих пропущенных, функционал мониторинга вызова, который очень популярен при обучении менеджеров. Это возможность прослушивания, вмешательства в разговор более старшего коллеги, к примеру. Это всевозможные аудиоконференц-залы для проведения конференций. Конечно, это AVR, всевозможные очереди входящих, заказы обратного звонка, интеграция по АМИ с CRM-системами и автопровизион, то есть автоматическая настройка оконечных устройств, стационарных телефонов, DEC-телефонов, домофонов, возможно. То есть весь этот функционал, он поставляется в базовом плане, и что касается железной версии, за него не нужно платить никаких дополнительных лицензий. Вы его покупаете один раз и пользуетесь. Функционал колл-центра реализован в интерпрайз-плане. Что он из себя представляет? Это в первую очередь функции, это визуальная панель вызовов, сервисы SLA, мониторинг и отчетность сервисов SLA, панель управления очередями и более глубокую, более подробную отчетность. И какие преимущества дает функционал колл-центра? В первую очередь это порушение производительности за счет быстрого реагирования здесь и сейчас на ситуации, которые происходят в телефонии. К примеру, если у вас на входящих звонках образовалась очередь, то куратор, руководитель с помощью функционала колл-центра сможет отследить, сколько человек звонят, может более качественно распределить входящие вызовы по ответственным сотрудникам, может посмотреть загруженность своих коллег и в случае чего вывести на линию дополнительных людей. Также это статистика и управление в режиме real-time, то есть здесь и сейчас вы можете, благодаря статистике, реагировать на возникшие ситуации в телефонии. И что в конечном итоге выражается в повышении лояльности клиентов, когда потенциальные клиенты могут без проблем позвонить в компанию, связаться, получить консультацию, либо купить услуги. Функционал видеоконференц-связи реализован в Ultimate-плане, в свою очередь включает в себя чат и демонстрацию во время видеоконференц-связи. Вы можете расшарить экран, показать слайды, можете обсудить эти слайды в рамках чата. Управление конференцией возможно, сами решаете, кому предоставлять право голоса, контролируете состав участников. Мгновенный запуск конференции, вы можете видеоконференц-связь запланировать по времени, либо организовать здесь и сейчас, отправив ссылку, к примеру, и ваш коллега подключится и сможет выйти в видеоконференц-связь. Также в рамках Enterprise-плана и Ultimate-плана реализован так называемый функционал Remote Access Service. Это сервис удаленного доступа, который, в свою очередь, осуществляет упрощенный доступ для софтфонов, мобильной версии, либо десктопной версии, либо веб-клиента из любой точки мира, то есть вне рамках локальной сети. И также с помощью FTDN вы можете подключить стационарные телефоны, DEC-телефоны из внешнего мира. Без функции Remote Access Service, чтобы подключить оконечные устройства, необходимо было пробрасывать порты и выставлять АТС-ку во внешний мир. То есть это небезопасно, это требует определенных знаний и умений для того, чтобы сделать. В данном случае сервис удаленного доступа делает эту процедуру легче и намного быстрее. Вы можете из любой точки, из дома, либо из командировки, получить доступ к телефонному функционалу, к внутреннему номеру, к списку адресной книги, к примеру, и к другим сервисам, реализованным в eStar, например, к чату. Как выглядит этот функционал? eStar по запросу предоставляет уникальное доменное имя, по которому происходит регистрация оконечных устройств. Ну и, конечно, в eStar помимо АТС реализован софтфон, это Lincus. Реализован софтфон в нескольких видах. Это и версия для мобильного телефона Android, iOS, версия для десктопа на Windows и версия WebRTC при использовании браузера. WebRTC, чем удобен, он не предполагает установку каких-либо приложений. То есть вы можете открыть браузер, зарегистрироваться под своей учетной записью и получить полный доступ к вашему функционалу. Отмечу, что в софтфоне реализован абсолютно весь функционал, который присутствует в традиционных стационарных телефонах. Это и перевод вызова, это и постановка на удержание, но также добавляет дополнительный функционал, к примеру, мгновенной записи разговора. Если вы хотите перед звонком этот разговор записать и запись получить себе лично, без обращения, к примеру, к администратору, то вы можете во время звонка включить запись разговора, и ваш разговор индивидуально запишется. Это тоже достаточно удобно и делает использование софтфона более удобным в сравнении с использованием стационарных телефонов. И в целом пару слов про цены. Как уже сказал ранее, версия Appliance в базовом плане у нас идет единоразово. Это от 1000 долларов до 2500 долларов в RRC в зависимости от модели. Для Appliance-версии, для версии в железном исполнении, планы Enterprise и Ultimate реализуются с помощью ежегодных подписок. На каждую модель свой план. Что касается программного обеспечения, то здесь прошу обратить ваше внимание на презентацию, на выделенное зеленым цветом. Для программного обеспечения у нас есть несколько видов лицензий. Есть начальные лицензии. Это лицензия, с которой начинается то количество, которое необходимо в рамках пользователей. И есть лицензии расширения, которые добавляют количество пользователей и количество одновременных звонков в ту или иную АТС. То есть, если, к примеру, нам необходима АТС на 700 пользователей, то мы закладываем начальную лицензию на 50 пользователей и добираем количество пользователей, которое необходимо. В данном случае 6 лицензий расширения по 100 пользователей и одну дополнительную на 50 пользователей. Что касается лицензии на 1000 пользователей, здесь она может быть как начальной, так и для расширения. То есть, если вам необходима АТС на 9000 абонентов и на 1000 одновременных вызовов, то вы закладываете 9 лицензий на 1000 пользователей. Логика, в принципе, простая. Не должно возникнуть никаких дополнительных вопросов. То есть, есть свои лицензии на Enterprise Plan и на Ultimate Plan. Базовый функционал, базовый план, который применим к железной версии. Что касается софтверной версии, он включен в Enterprise Plan. Так, ну теперь, наверное, передам слово Дмитрию, своему коллеге. Дмитрий расшарит веб-интерфейс и покажет, наверное, самый популярный запрашиваемый функционал, который запрашиваете вы, наши партнеры, заказчики. В первую очередь, это, конечно, колл-центр, видеоконференц-связь. И пару слов про тарифные планы, в каком месте их посмотреть, как их активировать. Дмитрий? Да, коллеги, сейчас, если все хорошо работает, у вас должен появиться веб-интерфейс. Это стандартный веб-интерфейс по серии. Только здесь, чтобы нам зайти в личный кабинет абонента, либо оператора, который работает в колл-центре, нужно вводить не пароль администратора, а свой личный номер и свой личный пароль. Сейчас мы это все проделаем. И вот мы зашли в наш личный кабинет. Что мы здесь можем увидеть? На вкладке с расширениями мы видим все номера, которые зарегистрированы на АТС. Видим их состояние, можем позвонить им либо голосом, либо с видео, начать чат, ставить голосовое сообщение, либо добавить в избранные контакты. Давайте для примера сейчас позвоним нашему коллеге по видео, например, прямо отсюда. У нас появляется такое окошко, линку с веб. И коллега наш не принял вызов почему-то. Ладно, давайте вернемся к этому чуть позже. Окей, что мы еще видим? Мы видим агент статус. Если мы являемся оператором колл-центра, тут мы можем изменить свой статус в очередях. Об этом поподробнее чуть позже. Также можем поменять свой статус. То есть мы сейчас доступны, отошли в поездке и так далее. Здесь еще справа сверху поле для набора номера. То есть мы либо вводим сюда от руки этот номер, либо вызываем цифровую панель и вводим через нее. И мы видим здесь информацию о текущем залогиненном номере. Также отсюда можно поменять язык веб-интерфейса, поменять пароль, загрузить линку с десктоп, линку с мобайл и я стар линку с для гугла. Двигаемся далее. Здесь у нас вкладка с контактами. Контакты есть как личные, которые привязаны к конкретному абоненту и видны только в его интерфейсе, так и контакты компании, которые доступны для всех сотрудников. Здесь можно переключаться по вкладкам. Вот мы видим разные контакты. Можно вывести все. Также можно добавить новые контакты, став их номер, имя, фамилию, компанию и любую другую информацию. Вот наш новый контакт добавлен. Прямо отсюда можно позвонить, редактировать. Для локальных контактов также есть кнопка «Добавить в контакты компании». То есть если администратор дает права пользователям редактировать книгу контактов компании, он может свои личные туда свободно переносить и редактировать. Далее у нас функционал чата. Чат возможен как и один на один, так и до 200 участников в одной чат-группе. Вот мы выбираем и здесь справа видно, сколько у нас участников сейчас доступно. Чат создан и здесь можно писать сообщения, использовать смайлики, добавлять файлы. Все стандартные функционалы чата нам доступны. Также можно пересылать свои сообщения, копировать и удалять. Удалили. Далее переходим к панели оператора. Она доступна при подписке, позволяющей подключить колл-центр. И что мы здесь видим? Мы видим текущие вызовы. Также видим группу вызовов слева внизу. Чуть правее у нас отображаются доступные очереди. Еще правее парковка и еще правее голосовая почта. Давайте попробуем набрать мой тысячный номер. И вот мы видим, что вызов пошел. Мы этот вызов можем управлять либо через нажатие правой кнопкой, либо, например, просто перетянув его куда-то, например, отправить в очередь, на группу или запарковать. Двигаемся дальше. Консоль оператора колл-центра. Это панель очереди. Если у нас оператор подключен к очереди, у него отображается такая панель. Здесь справа он видит других участников этой очереди и может логиниться и, собственно, выходить из очереди. То есть мы закончили работу, вышли из очереди, потом пришел другой оператор, он уже залогинился под своим номером и вошел в очередь. Он готов принимать вызовы. Как это работает? Сейчас я звоню в очередь и мы видим, что у нас идет вызов на очередь, а очередь звонит на конкретно моего абонента на тысячного. Здесь такие же возможности, как и в предыдущей панели. Можно поднять, сделать трансфер или отклонить вызов. Давайте его примем. Какой функционал здесь есть? Можно переключиться на видео, на звук, поставить на удержание, сделать какой-то донабор, сделать трансфер, завершить вызов и также, возможно, функция записи. Также сверху можно найти актуальную информацию по статистике в очереди. Это SLA, Service Level Agreement, это интересная метрика для колл-центров, которая показывает, соответствует ли ваш колл-центр определенным стандартам, которые вы сами задаете в настройках. То есть сколько человек провисел в очереди, насколько быстро его вызов приняли, как долго шел разговор. Вот эта метрика отображает здесь отвеченные, не отвеченные вызовы, продолжительность и так далее. Статистику можно подводить за сегодняшний день, за неделю и за месяц. Далее это Wallboard по очереди. Он тоже возможен за день, за неделю и за месяц отображать статистику. Ну тут в принципе тоже видим всю эту самую важную информацию в таком красивом виде. Из интересного вот эти все метрики, их можно редактировать. Мы нажимаем Edit и на блоках, вы видите, появляется забочек, который закрепляет местоположение виджета, настройку этого виджета и можно его в принципе удалить. Также эти виджеты можно спокойно перетягивать в какое-то удобное на место. Например, вот так захотели и передвинули. Сохраняем и оно в принципе отображается так, как мы это и оставили. Далее Call Logs. Это статистика по всем вызовам. Тут все понятно. Здесь отображается голосовая почта. Если у нас проставлено разрешение для абонентов на прослушивание и доступ к голосовой почте, то у вас тут будут оставлены вам сообщения, отображаются. Такая же история и с записями разговора. Если пользователь может их прослушивать, они у него здесь отображаются и он с ними спокойно работает. Здесь в последней вкладке отображается информация о пользователе, статусе присутствия, переадресация, стратегия по тому, что будет первое звонить. Либо это настольный телефон, либо линкус мобильный, десктопный или веб-версия. То есть здесь мы можем, например, настроить, чтобы у нас вызов сначала шел на настольный телефон. Если по нему нет ответа, то у нас он отправляется на линкус. То есть если сотрудник отошел, то вызов он не потеряет и сможет на линкусе его принять. Здесь настройка голосовой почты. Тут аудио и видео. Это функционал оповещений и ожидания вызовов и функциональные кнопки. Функциональные кнопки — это новая функция, которая появилась на P-серии. То есть мы можем как на телефоне DSS по краям экрана, которые отслеживают статус абонента, так и в этой панели мы подключаем BLF, например, или какой-то другой сценарий. И он у нас отображается. Чтобы вывести все свои функциональные кнопки, вот наверху есть такая кнопочка. Открывается меню и тут у нас отображаются текущие BLF. То есть мы, например, делаем вызов на этого абонента. У нас отображается, что вызов пошел. Абонент ответил и отображается, что абонент в разговоре в данный момент. Так, теперь давайте перейдем к видеоконференциям. Видеоконференции есть двух типов. Это мгновенная видеоконференция и запланированная. Мгновенная. Мы нажимаем кнопку Create Instant Meeting. Здесь у нас показывается превью, как мы будем выглядеть. Можно включить микрофон, камеру или выключить. Настроить источник звука. Например, вот так проверить качество звука. Если нас все устраивает, мы нажимаем кнопку Create. И ждем, когда у нас создастся конференция. При входе в конференцию у нас выскакивает вот такое окошко, откуда можно скопировать ссылку на приглашение. Эта ссылка будет работать как для ваших коллег внутри компании, так и для каких-то внешних абонентов, которые просто перейдя по этой ссылке, имея только браузер, могут подключиться к этой конференции. Давайте отправим ссылку на эту конференцию в чат. Вот мы скидываем сюда ссылку, например, либо через почту, и у нас отображается информация, по ней название, пароль, если он задан, тот, кто является хостом конференции, и ссылка. Перейдя по этой ссылке, мы, в принципе, без проблем подключаемся. Какой у нас есть функционал видеоконференции? Это включение-выключение микрофона, включение-выключение камеры. Можно расшарить свой контент. У нас открывается такое окошко, и мы, в принципе, выбираем. Есть чат внутри конференции, который будет виден только внутри нее. Также модератору и участникам доступен список подключившихся абонентов. Если я модератор, я могу отключать микрофон и видеокамеру другим участникам, также исключать их, также можно и добавлять новых абонентов. У нас такие опять выскакивает эта ссылка при нажатии на invite. Также из интересного есть возможность выгрузить логи. Если у нас возникают какие-то проблемы во время конференции, мы с помощью этих логов можем либо самостоятельно диагностировать проблему, либо направить ее в техподдержку в IP-матике, чтобы помогли, ну, либо уже непосредственно производителю. Здесь также есть при нажатии на кнопку end возможность либо выйти из конференции, тогда все остальные участники в ней останутся, либо сразу ее завершить, тогда всех, соответственно, выбросит из конференции. Всего Ястар П серия поддерживает 4 конференц-комнаты на 5 участников каждая. Так, с личным кабинетом абонента мы закончили. Давайте перейдем в менеджмент портал, это админская учетная запись для управления ТС. Из интересного здесь, если вы залогинены и там, и там, то в одно нажатие кнопки можно это все переключить без выхода на страницу авторизации. То есть, видите, мы уже в админке сейчас находимся. Она по функционалу похожа на S-серию, которая у нас до сих пор актуальна, но тут есть свои изменения. То есть, это обновившийся дизайн плюс новый функционал. Давайте поговорим, как посмотреть, какой у нас актуальный план действует и когда он закончится. Для этого внизу есть специальная кнопка, мы ее нажимаем, и на этой странице у нас отображается как текущий план, это ультимейт, дата его окончания и кнопка «Купить план». Также здесь представлены короткие видеогайды по возможностям, которые предоставляют различные планы. Это уже упомянутый раз, колл-центр, видеоконференции, мгновенные сообщения в чатах, телефонные книги и интеграция с CRM. Чтобы подробнее узнать об этих особенностях, можно переключиться сюда. Здесь будет вот такая графика, где это все, в принципе, компактно отображено. Все те же преимущества указаны. Так, у нас еще есть немножко времени. Давайте я, наверное, покажу еще по раз, где он находится и что он из себя представляет. Переходим в System Network. Я старый в QDN, и мы видим, что здесь у нас раз подключен, успешно соединен. И снизу у нас отображается доменное имя, по которому возможен быстрый доступ к КТС. Здесь у нас установлен вот такой. Здесь нужно быть внимательным. То есть, как вы видите, написано, если мы один раз задаем доменное имя, то до окончания даты подписки его поменять будет нельзя. Так что, когда будете задавать название, отнеситесь к этому с максимальной осторожностью и аккуратностью. Что нам это дает? То есть, мы по вот этому домену можем спокойно подключаться к АТС и логиниться на своем портале, чтобы не вводить IP-адрес АТС. Также буквально на днях коллеги и заказчики интересовались, какие есть отчеты по колл-центру в P-серии. Здесь возможности гораздо шире, чем на серии S. Вот давайте немножко посмотрим по ним. Это вкладка с отчетами. Здесь задаем дату, за которую нас интересуют отчеты. Здесь выбираем тот отчет, который нас интересует. Как видите, отчетов большое количество. Я думаю, практически все потребности они могут удовлетворить. Выбираем контакты, которые нас интересуют. Либо все контакты, либо по кому-то конкретному. Можно посмотреть статистику. И, соответственно, у нас это отображается в таком красивом графике. Здесь уже в тексте информация представлена. И все эти отчеты можно выгрузить либо вручную, либо в автоматическом режиме по расписанию. Об этом чуть позже. Какие здесь есть отчеты? Есть по конкретным экстеншенам, по линиям, по DIT, по очередям. То есть тут у нас отчеты за среднее время ожидания и разговоры в очереди. Для колл-центра это все очень важно и очень полезно. Отчеты по конкретному агенту. То есть когда он залогинился, когда он поставил на паузу, отошел на обед, сколько у него пропущенных вызовов, сколько у него вызовов у каждого агента. То есть вот здесь у тысячного номера отображаются два вызова. По отчетам, которые выгружаются автоматически. У нас есть запланированные отчеты и возможность их выгрузить. То есть мы добавляем сюда отчет, выбираем его в тип, выбираем период, за который нужна выгрузка. Время за вчера задаем имя, настраиваем частоту выгрузки. То есть можно либо единовременно это все сделать, либо ежедневно, еженедельно, ежемесячно. И выбираем, что нас интересует. То есть какая очередь, какой конкретно агент. Задаем адрес, на который отправлять этот автоматический отчет и его формат. Это тоже очень удобная фича, которой не было в S-серии. И P-серия своим функционалом колл-центра, в принципе, может использоваться в любом кейсе, который требует колл-центра, отчетов по ним. Как вы видите, все потребности могут быть удовлетворены. Наверное, у меня все. Передаю обратно слово Эдуарду. Да, спасибо, Дмитрий. Было очень информативно. Давайте пробежимся по вопросам, постараюсь на них ответить. Почему лицензии расширения PSE стоят дороже, чем базовые? Здесь лицензии расширения включают в себя уже дополнительный функционал. Это VKS и колл-центр, RAS-систему. Поэтому, собственно, они стоят дороже. То есть они расширяют стандартный функционал АТС. Можно ли получить тестовую лицензию программной АТС? На всю линейку E-Star, не только программной АТС, даже на железо, на шлюзы. Вы все это можете получить в тестировании. Необходимо обратиться либо на presale.sobaka.epimatico.ru, либо к своему менеджеру. Он уже впоследствии поставит задачу на выделение либо оборудования, либо программного обеспечения. Есть ли проверка при установке активации аппаратных требований 2000 пользователей, а в настройках виртуального менеджера пока меньше ресурсов? Как я понял, вопрос, можно ли силами E-Star проверять технические требования сервера. Если я правильно вопрос понял, то нет. Такого пока не реализовано. Нет ли планов размещения сервисов RAS на территории РФ? Планы есть, но пока не реализовано. Работаем над этим. Для видео нужен план подписки. Что касается отказоустойчивости. Отказоустойчивость в E-Star реализована по схеме актив-пассив. То есть, как только активная АТС выходит из строя, пассивная становится активной и берет работу на себя и регистрацию оконейших устройств. Интерфейс русский в Линкусе и в АТС переводом занимаемся мы, поэтому все русифицировано. Что касается занятий. У нас есть Академия в E-Star, которая предполагает обучение в данном случае по P-серии, пройдя которую вы сдаете тестирование и получаете сертификаты. Ну и помимо этого это также влияет на проектную политику, на статус, на партнерский статус. Более подробную информацию вы можете получить у вашего менеджера, либо на project.sobaka.estart.ru. Серия P немножко отличается от серии S. В целом стандартный функционал из S-серии был перенесен в P-серию и добавлены новые фишки и функции. Но сейчас вам боюсь соврать, не помню какой функционал из S-серии отсутствует в P-серии. Может быть коллеги помогут. И что касается К2, здесь вы все верно поняли. К2 у нас на текущий день уже не подлежит регистрации. Мы только реализовываем то, что было зарегистрировано ранее, до 13 апреля. Теперь предлагаем PSE с собственным сервером, либо за сервером вы можете обратиться также к нам. Если вопросов нет, то благодарю вас за уделенное время. Спасибо, что посетили наше мероприятие. Обращайтесь на presale.sobaka.epimatic.ru, на project.sobaka.epimatic.ru, либо к вашему менеджеру по любым вопросам, по ценам, по выделению тестирования, по идеям, по обратной связи. Мы всегда рады транслировать ваши идеи, ваши замечания по функционалу, в том числе и в e-start. А вопрос, можно ли на несколько лет покупать подписку? Да, вопрос актуальный, скорее всего, наверное, для тех, кто поставляет в государственные органы, в государственные структуры. Там контрактование происходит на несколько лет. Этот вопрос никак не регулируется, то есть вы можете покупать несколько лицензий на 3, 5, 7 лет. Какие интеграции есть с CRM, кроме AMA? В серии P реализован интерфейс AMI, который позволяет интегрировать данный отец вообще со всем, чем угодно. Я знаю точно, что есть готовые модули для интеграции с Bittrex. В портфеле IPMatic есть готовые модули для отельных решений, это Chair и еще какой-то модуль, честно не помню, но есть. Либо вы можете модуль, конечно, написать своими силами, потому что модули интеграции, они тоже все разные, с различным функционалом исполнения. Но стандартный набор интеграции, это, к примеру, прокидывание записей разговоров, прокидывание статистики из АТС в CRM-систему. Все это поддерживается. Ну что, коллеги, если вопросов нет, спасибо еще раз за внимание, что уделили время. До свидания. Продолжение следует...